В Ненецком округе продолжаются декады мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню инвалидов. Сегодня в спортивной школе «Труд» прошел 10-й физкультурный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 50 человек из Наринмара, Тельвиски и Красного. Тему продолжит Александра Литкова. Стрельба, дартс, настольный теннис, а также джакала, ноус и шафлборд. Посоревноваться в этих видах спорта решились 52 участника. Один из них – Мафрудин Агасиев. В настольных играх он пока разбирается лучше всех, поэтому перед началом состязаний дает инструкции своим соперникам. Вот у нас 4 ячейки, надо закидывать равномерно. Вот всего можно набрать 148 ячей, это рекорд. Я закидывал 144 на соревнованиях и у нас... Несмотря на то, что настольные игры общество инвалидов приобрело за счет окружного гранта еще два года назад, соревнования по ним проводятся в округе впервые. Люди очень любят эти игры, и здесь могут участвовать и колясочники, и опорники, и здоровые люди, и детки очень любят эти игры. Вот сегодня мы здесь первый раз их выставили. Будут также награждения по этим видам, грамоты и подарки. Это очень такая интеллектуальная игра, и даже здесь инвалиды, которые ДЦП и дауны, им очень интересно, и они здесь увлекаются этими играми. Впрочем, для самих участников подобные встречи – это повод не только выявить сильнейших в спорте, но и возможность с пользой провести время и пообщаться. Для нас, вот инвалидов, это соревнования очень нужны. Мы вместе общаемся, мы часто собираемся, и чем чаще такие соревнования, мы сплоченнее. И мы здоровее становимся. Не говорят, что мы сограниченными, мы безграниченными этими заболеваниями. А так очень нравится теннис, стрельба. Вот стрельба точно нравится. В этом году Всероссийскому обществу инвалидов исполняется 30 лет. 9 декабря состоится тематический вечер в Центре арктического туризма. А завершится декада, посвященная Всемирному дню инвалидов, праздничным мероприятиям 13 декабря.